Малооплачиваемый труд с массовым участием школьников решает проблему нехватки рабочих рук и скорейшего сбора важного для властей региона стратегического продукта. Правозащитники прозвали этот труд не иначе, как рабским. Еще и потому, что в руки сборщиков выдается не больше, чем 11 центов за килограмм. Крупнейшим производителем хлопка в регионе, входящим в пятерку мировых экспортеров, является Узбекистан. Здесь производится до 3,5 миллионов тонн в год. Факт использования детского труда вынудил мировые торговые бренды, такие как Tesco, Gap, Marks & Spencer, бойкотировать Ташкент. Всенародная мобилизация на сбор хлопка в Узбекистане в полном разгаре. На хлопок свозят всех, кроме больных, пенсионеров и тех, кто откупается взятками. Под давлением международного сообщества трубящим о детском труде в этом году премьер-министр Шавкат Мерзияев приказал освободить от сбора детей, не достигших 18-летнего возраста. Крупномасштабная компания не обходится без человеческих жертв. Узбекская служба радио Свободы, радио Озотлик, передает, что в Ташкенте на днях автобус, везший хлопкоробов, сбил человека насмерть. Несколько студентов получили травмы в результате другого инцидента, когда два автобуса, набитых сборщиками, попали в аварию. Достоверно известно, что в прошлом году во время хлопковой кампании погибли по меньшей мере 9 человек, включая одного школьника и нескольких студентов. На радио Озотлик уже поступает сообщение о том, что на местах приказ премьера Мерзияева не выполняется, и первокурсники колледжей младше 18 лет также привлекаются к принудительному труду. Репутация страны, международная репутация страны очень сильно страдает из-за того, что вот постоянно правительство критикуется за такую одиозную практику, которую не наблюдается ни в одной из хлопкосеющих стран мира. Принудительный труд является краеугольным камнем государственной политикой, которая спонсируется правительством Узбекистана и санкционируется им. Политика принуждения к сбору белого золота привела к образованию взяточничества, невероятных масштабов. Чистый доход от продажи узбейского хлопка варьируется в пределах полтора миллиарда долларов. Спрашивают, куда девается тот самый мифический миллиард, который правительство выручает от реализации хлопки? В государственном бюджете его нету. Ни в доходной части, ни в расходной части. Мы не видим этих денег. В соседнем Таджикистане, где хлопок наряду с алюминием составляет важную статью экспорта страны, сбор хлопка также не обходится без участия детей. На одном из хозяйств Иванского района побывали журналисты радио ОЗОДИ. Севера в этом году заканчивает 11 класс местной школы. Сегодня она в школу не пошла, решила хлопок собирать. В день ей удается собирать до 110 килограммов хлопка. Обычно я учусь, но сегодня решила пойти на сборы хлопка. Из нашей семьи два человека занимаются этим. Почему я этим занимаюсь? Жизнь заставила. Эти дети, как и, впрочем, их родители, невольные заложники ситуации. В условиях нужной безработицы хлопок становится единственным средством выживания. 8 лет назад в Таджикистане президент и министерство образования запретили использование детского труда при сборе хлопка. В администрации района знают о таком запрете. Дети на сбор хлопка не привлекаются. Те, кто выходит на поле, занимаются этим после школы и чаще всего выходят потому, что помогают своим родителям. Международная группа по предотвращению кризисов в своем аналитическом докладе о 2005 году писала, что объявленный вне закона детский труд в странах Центральной Азии продолжает существовать в силу того, что находящиеся под давлением выполнения планов руководители администрации районов закрывают школы и университеты, отправляя детей и преподавателей на поля. Построенная на использовании дешевого труда хлопковая отрасль в этих странах носит вклад в политические репрессии, экономический застой и деградацию окружающей среды. По мнению аналитиков международной организации, преобразование и реформы хлопкового сектора могли бы способствовать росту производства хлопка. Но это невыгодно экономическим и политическим элитам. Глава Центра свободного рынка Нозим Ишанкулов уверен, что из года в год хлопковая отрасль становится все более нерентабельной. В последние годы цены на хлопок, котировки на мировых биржах с каждым годом идут все ниже и ниже. Так, например, в 2011 году пик цены на захлопок за одну тонну составлял 5200 долларов, когда сейчас, в 2014 году, уже три года спустя, эти котировки находятся на уровне 1700-1800, максимум 2000 долларов за тонну. В связи с этим покрытие расходов, связанных с выращиванием, каждая тонна хлопка не оправдывает. То есть те доходы, которые получают за счет продажи, не покрывают те расходы, которые несут фермеры. Хлопководство в Туркменистане с сильнейшими традициями административно-командной системы сейчас является приоритетной сферой сельского хозяйства. Однако, по сравнению с соседями, в этой стране налажена система экспорта готовой текстильной продукции. В этом году хлопкоробы обязаны сдать государству более миллиона тонн хлопка. Говорят, 90% урожая здесь собирается вручную, в том числе с участием детей. Примечательно то, что наряду с поставками хлопка-сырца, последние годы Туркменистан стал и страной-экспортером текстильной продукции. По некоторым подсчетам, 70% производимого в стране текстиля уходят за рубеж. Такие известные торговые марки, как Икея, уже много лет выставляют на продажу постельное белье с обозначением «Made in Turkmenistan». Эксперты говорят, выручка от реализации продукции туркменской текстильной промышленности уступает лишь доходам от нефтегазового сектора страны. В Казахстане, где производство хлопка не было приоритетной задачей, выращиванием этой культуры занимаются лишь в Южно-Казахстанской области. Объемы достигают до 400 тысяч тонн в год. Однако и здесь процесс сбора хлопка сопровождается беспокойством правозащитников по поводу использования детского труда. За час Бану собрала 18 килограммов хлопка. Говорит, что за один килограмм получает от 15 до 17 тенге. Свою фамилию девочка не называет. Говорит, что учится в шестом классе. Час собираю хлопок, потом час уходит, чтобы добраться до дома. Чай попью, после 12 часов иду в школу. Это хлопковые поля близ тела Махтажан в Махтаральском районе Южно-Казахстанской области. Именно в этом районе высевается 80% казахстанского хлопка. Местные люди утверждают, что детский труд здесь для сбора хлопка не используется. Из нашей школы никто не собирает хлопок. Мы учимся в это время. Для сбора хлопка к нам приезжают из Узбекистана. Но сбор хлопка – единственный заработок. Зачастую и для некоторых местных семей. Руководство школы говорит, что каждый родитель сам решает, что делать его ребенку вне школы. Детей к сбору хлопка, как раньше, не привлекают. Никого от учебы не отвлекают. Но есть малообеспеченные семьи, которые просят нас отпустить своих детей на один-два дня. Тогда можем их отпустить на один-два дня. Остальных нет. В Кыргызстане объемы выращивания хлопка сырца уменьшились в два раза. Продукция идет в основном на экспорт. В Кыргызстане пассивные площади хлопка достигли дореволюционного уровня. Сто лет назад, в 1913 году, на территории республики было засеяно 22 тысячи гектаров. Тогда как в советское время пассивные площади под хлопок достигали почти 80 тысяч гектаров. А объем произведенной продукции составлял более 200 тысяч тонн хлопка сырца. А сейчас у нас чуть больше 100 тысяч. То есть почти что два раза мы потеряли. И мы потеряли еще и качество. Поэтому сейчас нам нужно восстанавливать былую славу. К сокращению пассивных площадей и замене хлопка на полях на другие культуры приводит и низкая закупочная цена на хлопок сырец. Несмотря на рост мировых цен на белое золото в первом квартале 2014 года, в Кыргызстане закупочные цены не повышаются. До сегодняшнего дня крестьяне не знают, по какой цене перерабатывающие заводы будут закупать хлопок и покроют ли они их расходы. На сегодняшний день неизвестна цена на хлопок сырец. Мы подготовили один вагон хлопка на экспорт. Только после взятия права будет известна закупочная цена. Кроме того, из хлопка получают масло. В соответствии с этим будет установлена окончательная цена. Весной мы выделяем крестьянам деньги на удобрения и своевременный сбор хлопка. Поэтому сейчас они привозят хлопок только для хранения. Более 90% хлопка, произведенного в Кыргызстане, идет на экспорт. Действующая модель хлопковой отрасли в Центральной Азии, по мнению экспертов, уже давно изжила себя. Критики считают, что пока не изменится общая концепция системы, направленная лишь на обогащение заинтересованных в ней групп, вряд ли удастся искоренить сопутствующие тому проблемы, как детский труд, безработица сельского населения и упадок самой отрасли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова